Приветствую вас, уважаемые телезрители! «Как тяжело сегодня стало жить!» – так часто жалуются многие друг к другу. Но тяжесть, которую порой едва можно понести, с разных сторон поднимают чьи-то руки. Это молитва, которую за нас приносят Богу наши братья и сестры, наши родные и близкие. Всякий, кто присутствует при православном богослужении или хотя бы читает православный молитвослов, обязательно заметит, заметит постоянно встречающийся оборот – молитв ради. Например, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради, причистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас! Аминь!» Или известное монашеское приветствие – «Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас!» Есть и более короткий вариант подобной молитвы – «Молитвами любящих нас, Господи, помилуй нас!» Этот оборот многим кажется непонятным, как и православная практика почитания святых вообще. В самом деле, ведь Христос – не некий далекий начальник, которого надо упрашивать через его приближенных. К нему ведь не надо искать посредников. Он сам единственный посредник между Богом и человеками. Его не надо склонять к милости. Он и есть чистая бесконечная милость, спаситель и сострадающий нам. Он непрестанно ищет нашего спасения и сам является нашим ходатаем перед Отцом. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас», – говорит апостол Павел в своем послании к римлянам. «И скажите, разве того, кто умер за нас, еще надо упрашивать? Да и через посредников тем более?» «Все это понятно». И такой взгляд видит что-то очень верное. Да, Христос – это не византийский император или современный начальник, которому подавать прошения можно только через приближенных или секретарей. «Христос есть спаситель грешников». Но вот эта точка зрения, этот взгляд упускает из виду нечто очень важное. Оборот молитв ради, этот оборот растет из опыта церкви как духовного тела, созидающего себя в любви, тело, в котором и через которое действует Христос. Святой апостол Павел пишет о том, чтобы мы не соблазнялись лжеучениями, но истинную любовью все возвращали в Того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Мы узнаем о Христе не иначе, как от Его людей. И само Евангелие достигло до нас только через Церковь. Христос призывает к спасению устами христиан. Он прощает грехи устами священников и подает свое тело и кровь их руками. Любовь, которую мы встречаем в других христианах, это Его любовь, Его жизнь, струящаяся в Его теле. Святой Патрик, просветитель Ирландии, сказал в своей молитве о Лене, «Христос в сердцах, помышляющих о мне, Христос в устах, говорящих о мне, Христос в очах, видящих меня, Христос в ушах, внимающих мне». И когда христиане молятся друг за друга, это проявление любви Христа. Именно Христос выдвигает святых, именно Его Дух побуждает их к молитве. Именно Он ищет установить с нами связь через других людей. Это бывает непонятным до тех пор, пока мы не пережили этого опыта. На плечи ложится тяжесть, которую едва ли можно понести. И вот ее с разных сторон поднимают чьи-то руки. Это молитва, которую за нас приносят Богу наши братья и сестры по вере во Христа. С этих слов началась наша сегодняшняя передача. И это не люди, которые как-то пытаются уговорить Христа обратить внимание на наши беды. Нет, это Христос, действующий через своих людей. Это так, когда за вас молятся ваши товарищи по земному странствованию, те, кто еще здесь на земле. Но это тем более так, когда речь идет о тех, кто уже вышел из тела и водворился у Господа. Мы принадлежим к многочисленной семье. У нас есть друзья и родные, которые, хотя и невидимо для нас, но совершенно реально присутствуют в нашей жизни. Святые и ангелы находятся на той стороне небес. И в то же время рядом с нами. Они знают то, что от нас сокрыто. Им ясно то, что у нас вызывает растерянность, а порой и недоумение. Они знают наш и наших близких подлинные нужды так, как не знаем их мы сами. Они ждут нас у ворот смерти, или, лучше сказать, на пороге вечности, чтобы встретить на той стороне. Здесь, на земле, мы вступаем в их круг, принимаем протянутые нам руки, когда взываем. Все святые, молите Бога о нас. Когда обращаем нашу молитву к Богу вместе с ними, молитв ради любящих нас, Господи, помилуй нас. А потому будем помнить, что молитва в нашей жизни должна быть нашим рулем, а не запасным колесом. Доброго, воскресного, благословенного дня всем нам! Субтитры создавал DimaTorzok